здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и сегодня мы рассмотрим такой чертеж вал шестерни да такая вот шестеренка и вал одновременно да тут есть и шлицевая поверхность как вы видите и зубчатый венец это будет классическое чтение чертежа то есть чего начать пооперационно как правильно все это делать потому что мы уже давно этим не занимались а люди пишут что это в принципе актуальная востребованная тема как обычно мы начинаем вот с этой основной надписи рамочка как ее называют простонародье название детали здесь мы можем подчеркнуть единственное что обычно а масса указана да то есть мы можем посмотреть какой масса приблизительно в нашей детали а также мы смотрим что у нас здесь и какой материал изготовления в данном случае это сталь 40 хаб пугло 45 43 71 года хорошо рамочку мы посмотрели нашу до основную надпись ну или рамочку как вам будет угодно так переходим дальше дальше мы должны на чертеже на нашем найти самые самые точные поверхности для чего это делается потому что самые точные поверхности они обычно требуют дополнительных операций таких как шлифование может это полирование в зависимости от шероховатости а также в зависимости от точности поверхности по полю допуска то есть если поле допуска достаточно зажат этом несколько соток то естественно приходится прибегать тоже каким-то специальным операциям и так что мы здесь имеем здесь мы можем посмотреть вот поверхности сразу обозначаем до 08 r16 это все шлифование а 08 что еще ну это то есть поэтапно идем далее идем сначала по поверхностям которые необходимо будет шлифовать потому что но это такие уже достаточно точные поверхности так что еще 08 хорошо ну наверное мы вот еще наверное мы все уже выделили так то есть вот эти вот поверхности это говорит о том что переразработки технологического процесса вам уже придется закладывать припуск операционный припуск после проведения термообработки то есть какие поверхности будут дополнительно обрабатываться после термички так называемый хорошо шероховатости обозначили давайте возьмем другой цвет так другой цвет и обозначим сейчас по размерам так 30 к 6 ведь по шестому квалитету но тут в принципе тоже можно взять за основу потому что 6 соток но это не так уж и точно но в принципе имеет место быть так 50 к 6 размер как вы обратили внимание размеры которые имеют такое зажатое поле допуска до точный размер да там принципе там где и шероховатость точная там и размеры точных так это обозначили так 29 и 4 так аж 14 и вот еще седьмой квалитет у нас есть фигурирует это размер пошли сам наружный ну сами шлицы по девятому квалитету но почему-то с допуском в три сотки может быть это ошибка пошла по девятому квалитету на на больше допуск хорошо обозначили то есть у нас уже есть ряд так сказать размеров на которые нам необходимо обратить внимание в процессе разработки технологического процесса или просто как бы понимание как обрабатывать эту деталь берем другой цвет давайте зеленый и обозначаем технические требования вот технические требования раз то есть биение вот этого диаметра относительно базы б база б у нас как видите это ось детали 12 сотых так что еще биение тоже торца и диаметра так вот эти торец и диаметр тоже имеет биение в две сотых хотя при этом при этом да почему-то размер здесь достаточно свободный вот этот вот и это вот вы мне напишите в комментариях так это правильно будет или неправильно получится ли это без дополнительной обработки то есть шероховатости каких-то специальных здесь нет а нет извините я перепутал это вот этот размер вот этот размер все здесь правильно в принципе сделано да вот шероховатость 08 и точный размер это что-то я попутал ну вот здесь есть то же самое биение торца и диаметр хорошо что еще что еще также сама здесь ну в общем можно сделать вывод только один что все поверхности которые имеют видите есть взаимосвязь имеют изначально хорошую шероховатость они же имеют точный размер так и они же к ним же применяются определенные технические требования ну то есть тем самым вот эти три параметра той шероховатость размерность и технические требования вы определяете поверхности на которые нужно обратить наибольшее внимание в процессе изготовления данной детали давайте приступим непосредственно к самому изготовлению да такие вот детали изготавливаются преимущественно из изготавливаются из паковок да потому что вал в принципе удобно изготовить из паковки то есть она будет примерно иметь там такой вот контур да приблизительно то есть что-то похожее да такую-то деталь и соответственно вам первое что необходимо будет делать это токарная обработка здесь я вам скажу так многие спрашивают что такое технологичная деталь вот это достаточно технологичная деталь вам сначала нужно будет отфрезеровать торцы и зацентровать то есть сделать центра вот видите здесь кусочек центра есть такая толстая помощь кусочек центра есть зацентровать то есть вы фрезеруете берется две фрезы фрезерно-центровальный станок они проходят фрезеруют торцы то есть ну или наоборот да то есть в другом направлении фрезеруют торцы потом подходят центровки и делают зацентровывают вам отверстия все деталь за центрована торцы обработаны обрабатываете торцы сразу в окончательный размер 241 чтобы потом уже их в принципе не касаться поверхность нерабочая никаких специальных требований не применяется единственное что здесь есть это шероховатость р а6 и 3 в принципе фрезой можно вполне себе получить все дальше схемы обработки следующие ставите деталь ставите деталь центра поводок можно допустим такие вот есть поводки специальные которые в торец упираются да то есть с такими зубцами и вращая деталь проводите полную механическую обработку то есть что имею ввиду то есть протачиваете протачиваете деталь по контуру так проточили не забывайте оставлять припуск под поверхности которые мы с вами обозначили так проточили вы получили основной контур сделали фасочки потом берется канавочные резцы делаем вот эти вот канавки делаем вот эти вот канавки и соответственно делаем вот здесь если вы обратите внимание вид b вид b это получается у нас видите такие вот для выхода шлифовального круга спрашивают для чего эти канавки чтобы когда вы будете шлифовать или же точить чтобы у вас был выход чтобы не получился здесь вот с торца какой-то радиус такой да потому что скорее всего сюда какие-то подшипники одеваются и эти подшипники могут на этот радиус сесть и получится что они не будут работать по своим техническим характеристикам так хорошо проточили следующее сделали канавки у вас полностью уже принципе готовая болванка под зуба нарезание нарезать ли сначала зуб или нарезать сначала шлиц абсолютно не принципиально давайте посмотрим какую у нас здесь зубчатый венец модуль 3 число зубьев 26 угол наклона то есть косозубая до правое направление исходный контур коэффициент смещения 0 степень точности 7 то есть это по-любому были шлифования то есть и об этом также нам также нам говорит шероховатость 1 и 6 соответственно если на общей нормали видите это окончательно для на общей нормали 23 276 минус 0 0 35 минус 0 125 где-то там допуск у нас сколько порядка этом ну почти почти десятка до допуск значит вот к этому допуску тоже был такой вопрос по дне общей нормали как подшлифовку делать к этому допуску 23 276 прибавляете 5 десятых 5 десятых это для чего делается чтобы на сторону зуба ставить 2 с половиной десятых миллиметра для последующего шлифования после термообработки так и получится у нас 23 776 да ну 23 можете сделать и 8 да то есть немножко больше ставить на минус так можно такой же допуск оставить можно допустим на минус там соток 7 дать то есть это уже вам решать зависимость какая вас термообработка хорошо какая схема получения зубчатого венца здесь все банально просто делается то есть тоже ставится деталь в центра центра тут накидывается поводок какой-то такой хомутик да и естественно стол фрезерные здесь какой-то палец который будет вращать да то есть вам нужно придать заготовки вращения для фрезерования естественно этот палец входят зацепление с этим поводком и стол вращается одновременно вращая деталь и у вас ваша фреза зависимости от направления фрезерования это может быть как стричное так и попутное фрезерование проходит фрезеруя зубчатый венец получаем зубчатый венец и остается вам сделать шлицевую поверхность шлицевая поверхность делается в принципе точно так же только используется уже другая фреза ставим центра естественно поводок уже здесь идет ну давайте не будем так уже прорисовывать детально да то есть это мы прорисуем вот так поводок центра центра пошла фреза вот она здесь и вот она выходит уже зацепление здесь то есть она идет потом отсюда отходит поэтому получается такой радиус то есть вот так вот идет движение резание здесь она в принципе ничего не задевает все нормально сделали но здесь обратите внимание что здесь еще 18 диаметр отверстия да мы его можем просверлить потом можем просверлить сразу почему говорю потом потому что у нас здесь в принципе как вы видите имеется в технических требованиях сама твердость сама твердость но небольшая вала 2832 это типа такое улучшение но есть момент поверхность зубьев и шлицов твч делается 4650 4650 центра видите опять по госту где 14 034 74 года сделали можно в принципе сразу просверлить потом отправить то есть сверление делается мы можем просто зажать на токарном станке просверлить можем допустим поставить какое-то сверлильное приспособление сделать это отверстие это не принципиально отверстие обычная без всяких допусков и не требует дальнейшей обработки делаем твч то есть сделали этого чину здесь обычно этого еще обозначается на чертежах допустим так вот рисуются такие вот полосочки да там естественно с двух сторон и там пишется раз там твч там твердость такая-то такая-то здесь этого не обозначено но это конструктору на виднее и так сделали твч нам нужно необходимо просто даже про шлифовать шлиц и зубчатый венец почему говорю про шлифовать шлиц вы конечно сейчас скажете мне что шероховатость 3 2 это принципе не требует но здесь у нас допуск допуск идет в три сотки три сотки выдержать на фрезерование еще возможно но как бы тоже геморройно но выдержать возможно но потом после термообработки все-таки это твч достаточно такая нестабильная обработка есть хорошие такие поводки и вы не выдержите этот размер скорее всего процентов на 90 до что вы его не выдержите если у вас какой-то супер твч супер там супер металл да то может быть но опять же раздувает где-то там немножко всегда шлиц три соточки поплывет обязательно шлифовать все в принципе очень просто ставится в центра но здесь в данном случае центр будет такой здесь обычный центр поводок и шлифуйте шлифовальный круг идет ли всего сюда какой-то поверхности шлифовальный круг вы так сюда не выходит он доходит до какой-то определенной поверхности где он обрабатывает шлиц вот эта поверхность видеть она ограничена размером 50 до сюда до хочет шлифовальный круг и потом возвращается назад то есть делаются такие вот движения и шлифуется ваш шлиц сначала одна сторона шлица шлифуется потом другая потом это потом это шлифуется по одной поверхности хорошо прошли фавале также сама вам необходимо отшлифовать зубчатый венец это делать можно как на станках таких вот универсальных типа как раньше были 5 7 841 либо на каком-то станке щипа уже более модным там какой-нибудь компании рейсхауэр или липхер или сам потенцили но различные есть варианты то есть здесь тоже самое ставите центра только поводок уже здесь с этой стороны до будет вести деталь то центр и шлифовальный круг то есть он идет шлифовальный круг может идти ну будем так обозначать так потому что он имеет перемещение если это дисковый круг обычным примеру к это старое оборудование дать он будет просто ходить туда-сюда и тоже будет шлифоваться по одной поверхности то есть если у вас зубчатый венец до изобразить будет сначала одна сторона потом вторая потом опять еще одна потом 2 и будет получаться определенный профиль если у вас какой-то станок щипу то уже будет шлифоваться то есть идет идут круги круги будут с прорезанными профилем да такие так называемые червячные круги есть 1 заход не из 2 заход не они отличаются тем что 2 заход не круг он шлифует сразу же два зуба да то есть так прочерчем почертим то есть круг идет в зацепление и он шлифует одновременно и эту поверхность и эту и вращается то есть за счет того что он имеет червячный профиль он естественно подходит к детали и начинается совершать такие движения вверх вниз чтобы весь охватить профиль прошлифовали нам остается еще шлифануть поверхности которые у нас вот эти поверхности но я вам посоветовал бы конечно их не шлифовать а применить твердое точение для чего это делается чтобы все поверхности были между собой параллельны и перпендикулярны также удается достичь очень хорошие результаты по шароховатости и точности поверхностей для этого мы ставим в центра центра так поводок можно использовать есть такие поводки называется фрикционный поводок то есть он за счет трения вот он прилегает к этому торцу и вращает вашу деталь для чего это делается чтобы исключить переустановку нам же надо точить все поверхности точные мы установили и начинаем собственно само точение точим поверхность 1 точим поверхность 2 точим поверхность 3 3 и вот эта поверхность нас тоже как видите с допуском определенным до 4 протачиваем эту поверхность и в принципе господа я вас поздравляю ваша деталь готова вы прочитали чертеж вы сделали чтение чертежа изначально поэтапно правильно и вы уже вполне можете разработать достойный технологический процесс чем вас и поздравляю а мне там все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки пишите комментарии мне будет интересно почитать пока пока